Музей квартиры Самойловых это единственный в Петербурге музей драматических артистов. Он расположен на Стремянной улице в доме, где 18 лет жил Василий Васильевич Самойлов, самый яркий представитель большой артистической династии. После революции здесь были коммунальные квартиры, а в 1994 году открылся музей. Отец хозяина этого дома, Василий Михайлович Самойлов, родился в купеческой семье, но бросил все ради карьеры оперного певца и дослужился до главных ролей в Петербургском Большом Каменном театре. Его сын Василий Васильевич в середине 19 века покорил драматическую сцену, а внук Павел на рубеже 19-20 веков собирал полные залы своей мелодекламации, выступал на главных сценах столицы и много гастролировал в провинции. В музее хранятся вещи, портреты, литографии, картины трех поколений семьи актеров Самойловых, но главное – истории о Самойловых и о других петербургских артистах, которые мы рассказываем на наших экскурсиях. Один из самых интересных экспонатов – это юбилейный адрес, который Василий Васильевич получил по случаю 30-летия своей сценической деятельности. Все персонажи на этой картине – это роли, которые Самойлов сыграл к этому моменту. Здесь есть и кардинал Ришелье, и Гамлет, и король Лир, и даже старая графиня, которую Самойлов играл в одном из водовилей с передеванием. В портретном зале собрана экспозиция, посвященная театрам 19 века, актерам-современникам Самойловых, а также театральной публике. Здесь есть все, что понадобится зрителю в 19 веке – билеты, лорнет, веера, зрительские трубочки-одногласки. А еще тут можно отыскать реквизит, театральные сувениры и много других деталей. Вторая часть музея посвящена звездам петербургского балета – танцорам труппы Дягилева, ученицам Вагановой и советской балетной школе. Здесь есть портреты, фотографии, личные вещи и, конечно, костюмы известных танцовщиков 20 века. Субтитры создавал DimaTorzok